попорик топореныш топорюшечку так вот после теста кувалды у меня осталось такое неоднозначное мнение ручном инструменте dewalt поэтому сегодня я бы хотел его испытать топорик очень маленький то есть это походный вариант топора испытывать мы его будем точнее сравнивать мы его будем наверное с легендарным топором это фискарик так вот фискарик у меня был куплен как походный вариант но в поход я с ним еще ни разу не сходил поэтому этот топорик абсолютно новый такой же новый как и dewaltic есть у меня еще гордена о ней мы поговорим наверное в итоге в этих соревнованиях она участвовать не будет поскольку гордена больше чем фискарик и намного больше чем dewaltic рабочая часть топоров примерно одинаково у dewaltic он закруглен то есть это скорее для колки дров у фискарика более ровное лезвие но более универсальный топор получается поскольку у нас разрешили собирать валежник вот сейчас мы пойдем и будем искать этот валежник и по итогам в конце теста уже полностью обсудим эти два изделия ну ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Во-первых, если собираетесь ехать на природу, возьмите лучше с собой цепную пилу, потому что такой диаметр бревна, это нечто рубить вот этим вот малышом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, деволтинг и фискарик мы также сравним с топором Гардена. На самом деле это хусхварно, просто свои топоры они почему-то обзывают Гардена. Он у нас в тестах не участвовал, поскольку находится несколько в другой весовой категории. Но этим топором я работал. Работал так же, как и этим, исключительно на дровах. То есть сухая древесина мягких пород. И мне есть что сказать об этом топоре. Для начала небольшой визуальный осмотр топоров после работы. Краска, конечно, на фискарике постерлась, причем подстерлась знатненько, но рабочая часть в очень хорошем таком состоянии. Что же касается деволтика, свою рабочую часть он не стал красить, красавцы. Особых повреждений на ней нет. И топор Деволт изначально острее. То есть мы его достали из упаковки и он сразу был острее. На самом деле круто, я не ожидал. Я думал будет, ну как обычно, не очень. Причем хочу отметить по стоимости. Топорик, он стоит, по-моему, вдвое дешевле. Вот что-то в районе двух косарей он стоит. Этот стоит четыре косаря. И интересный факт. Топор Гардена. Год назад вот этот большой топор я покупал за три тысячи. Сейчас он стоит шесть. Гарденовский топор по размерам такой же, как Деволтовский, сейчас стоит три пятьсот. То есть он будет меньше, чем фискарик. А фискарик шел в комплекте еще с ножом. Отдельно нож около косаря стоит. Ну, нож так себе. Как-нибудь потом расскажу. Так что Гардена почему-то завышает цены. А по качеству этого топора, начнем с элементарного, с рукояти. Гарденовский. Рукоять фискарика. Вообще классно мы сделали вот эту часть. Очень и очень хорошо лежит в руке. Деволт сделал резинку. Если работать без перчаток, ну, такие себе удовольствия, если честно. Фискарс прям вообще приятная на ощупь. Рукоять приятная на ощупь. У Деволтика, она внешне почти точно такая же, но все-таки не такая же. Гарденовская, блин, вообще чмо на самом деле. Неудачная, неуютная. И рабочую часть я хочу показать топора Гардена. Этот топор колол только дрова. То есть вот здесь выбоено, а вот здесь он заминается, он гнется. Я не скажу, что это кованый топор хорошей закалки, раз металл гнется. Он должен выкалываться. Фискарик абсолютно в идеальном состоянии. Вообще нигде ничего не откололось. У Деволтика есть небольшой загусенчик. Вот он. Ну, это совсем микроскопический. Честно говоря, я не могу понять, это откололся кусочек или загнулся. Ну, скорее, откололся этот кусочек. Итак, Гардену пора убирать. Скажу о ней пару слов, пару ласковых. Удачно мне нравится, что они сюда вставили железную фигнюшку на топорище. Что же касается самой рабочей части топора Гардена. Блин, мне не нравится. Говнище какое-то. Оно все в сколах, все замятое. За эти деньги уж слишком ублюдский топор. Ну, на самом деле, ублюдский. Блин, от Хусхварной я такого не ожидал, если честно. Фискарик. Ну, это по-любому топчик. То есть, блин, шикарные топоры. Но, опять же, нет защиты. Сейчас мы посмотрим чуть поближе. И здесь видны сколы. То есть, когда направленный топор сбивался с намеченного курса, топорище билось о деревяшку и получало, так сказать, незначительные увечья. Ничего серьезного. Однако, у Деволтика здесь есть вот эта карбоновая вставочка. Ну, из углеволокна. Не знаю, можно ее называть карбоновой или нет. Так вот, она хорошо защищает. И на ней я не вижу абсолютно никаких повреждений. А еще Деволтик сделал небольшие углубления в рабочей части топора. И, честно сказать, это немножко помогает. То есть, фискарик засадить в деревяшку легче, чем Деволтик. Деволтик я засадил один или два раза. С фискариком была постоянная фигня. И еще один плюс Деволтика. Это то, что он уже изначально идет острее, чем фискарик. Рабочая часть у него заточена несколько иначе. Она будет потоньше, чем у фискарса. И, скорее всего, именно с этим и связана деформация на лезвии. То есть, она тонкая. Соответственно, будет гнуться и выкалываться быстрее, чем у фискарса. На этом все плюсы Деволта заканчиваются. И самое главное, самый огромный его минус – это рукоять. Он постоянно норовил у меня выскочить с руки. Вот, постоянно. То есть, обязательно надо завязывать веревку и обвязывать вокруг руки. Потому что вот эта часть не продумана. Она слишком маленькая. Посмотрите на упор у фискарса. То есть, ребята занимаются топорами очень и очень долго. И они уже все предусмотрели. И когда рубишь, рука у тебя неизбежно скальзывает вниз и упирается сюда. И дальше она просто не идет. Тут вообще никак не идет. У Гардена, кстати, тоже эта часть продумана. Не так, конечно, как у фискарса. Но упор очень хороший. Он большой. То есть, рука не полетит у вас дальше. Что же касается Деволта. Во-первых, он практически не расширяется к низу. Во-вторых, упор очень маленький. Я когда постоянно рубил, я руку ловил вот так вот. То есть, рублю, два-три пальца соскакивает. Это на самом деле не круто. При хорошем замахе может соскользнуть. И топор тебе полетит в коленку. С учетом того, что Деволтик наточен очень и очень хорошо, коленки ваши не поздоровятся. Ну и напоследок комплектация. То есть, Деволтик предлагает нам вот такую вот накладочку на свой топор. Чтобы режущая часть, рубящая часть была закрыта. Как бы все. Дальше используйте его как хотите. Но это все-таки профессиональный инструмент для стройки. Так что, скорее всего, это нормальное решение. У фискарика идет вот такой зажим, который можно повесить на пояс. Причем, ну да, очень узкий. Не каждый ремень сюда войдет. Есть условная рукоятка, чтобы его переносить. То есть, замочек закрываешь и засовываешь сюда свои корявки, и можешь его переносить. Ну, блин, корявки сюда не влезают. В остальном все прикольно. Ну и, как я говорил, рукоятка у фискарика вообще изумительная. Просто, просто класс. Вот вообще нереально крутая рукоятка. Итак, итоги. Завершаем сегодняшний обзор. Деволтовский топор имеет место быть. Он стоит своих денег. В принципе, достойный топор, вот на самом деле. Так что, пиликать на ручной инструмент Деволт, в частности, топора, я не собираюсь. Топор? Топор. Топор. Это же топор? Топорик. Топореныш. Зачетный. До новых встреч. Чем больше топор, тем лучше.